Спасибо деду за победу! Власти решили отблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны прибавкой в 500 рублей. Калининград отстает от других регионов в свиноводстве и птицеводстве, чем после визита в регион остался недоволен министр сельского хозяйства. Вышли на охоту. В Калининграде стартовал сезон клещей. Врачи борются с паразитом. Не смог вспомнить умножение и немного обсчитался. Полиция нашла у Калининградца почти 230 доз наркотика. Самый завидный холостяк России приехал в Калининград. Егор Крит выступил в Гентарь-Холе с сольным концертом. Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях понедельника, 4 апреля. Они подарили нам мирное небо над головой, а в ответ на старости лет получили черствость и безразличие. Семья ветеранов Великой Отечественной войны из Калининграда вот уже полгода не может добиться помощи от медиков. 91-летнему Ивану Ильичу Абрамову с каждым днем становится все хуже. Он с трудом разговаривает и ходит. По словам пенсионеров, местным властям нет до них никакого дела, в то время как город активно готовится к 71-й годовщине Великой Победы. А сегодня стало известно, что в правительстве области подготовили для ветеранов щедрый подарок. Труженики тыла и блокадники получат материальную помощь в размере от 500 до 1000 рублей. Почему героев вспоминают только раз в году и зачастую для галочки, разбиралась моя коллега Светлана Федорова. Муж инвалид войны, первой группы. И никаких зигов, никакой помощи. Вот я одна 6 месяцев бьюсь, все я. Я не знаю, что мне делать. У меня уже вот такая голова. Я думаю, господи, хоть бы умереть. Честное слово. Пугающие мысли о смерти не покидают ветерана Великой Отечественной войны Анну Абрамову вот уже месяц. Такой беззащитной, признается пенсионерка, она не чувствовала себя даже в самые страшные годы войны. У нее на глазах, в буквальном смысле слова, увядает любимый муж. Как спросит 91 год, все, лечение никакого. Даже хотя бы там помазали. Помазали чем? Ну неужели он не заслужил, чтобы его полечили? Впервые 91-летний Иван Ильич почувствовал себя плохо полгода назад. С тех пор сдал анализы во всех поликлиниках города, но диагноза не получил ни от одной. Похудел на 20 килограммов, ведь есть он просто не может. И практически перестал разговаривать. И кушать. Ну, я вообще кушать. Что-нибудь черт такое, ну, выкидываю. Вот так. Я упал. И нигде не лечит. Нигде не лечит. Болит вот это. Вот так. Но еще больше, признается Иван Ильич, болит душа. Вспоминает, воевал на Первом Белорусском фронте. На войну пошел еще совсем мальчишкой. Только-только исполнилось 17 лет. И уже тогда за родину был готов отдать жизнь. Соседка пенсионера Вера Золот вспоминает, еще две недели назад видела Ивана Ильича прогуливающимся до магазина. Сейчас сил ветерану хватает только на перемещение по квартире. В надежде хоть как-то помочь женщины ежедневно обзванивает всевозможные организации. Но везде ее кормят одними завтраками и обещаниями. Надвигаются такие вот события, которые скоро будем праздновать. Это как 9 мая. И все мы громко будем кричать спасибо деду за победу. А дед-то наш, он мало того, что участник Великой Отечественной войны, он еще инвалид. Почему наши ветераны брошены? Мне вот это вот непонятно. Они хоть кому-то нужны. То есть ветераны есть. Есть много комитетов, которые обслуживают этих ветеранов. Но как мы видим, на лицо это обслуживание. В итоге обслуживать ветеранов приходится всему подъезду. Соседи помогают им с уборкой и покупкой продуктов. Ветеран войны, ветеран труда и ветеран становления Калининградской области Вера Раскевич жалуется. За Абрамовых переживает настолько сильно, что едва сама не попала в больницу. Путь такой сложный, пройден. А что же лучше не придумаешь. Уже нам лучше не бывает. Так мало их осталось. Ну ладно, еще мы немножко можем посовелить. Ну а их уже совсем мало осталось. Неужели нельзя такой сделать выборочно, таким людям помогать? Стирать, готовить, убирать, мыться и ходить в магазин Вере Раскевич помогают 13 детей и внуков. У Абрамовых, к сожалению, такой поддержки нет. Но к 9 мая власти пообещали поддержать их материально. Местным ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам окажут помощь в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Такая разовая выплата – ничто по сравнению с ежедневным невниманием к проблемам пенсионеров, признается председатель общественной организации по защите прав жертв политических репрессий Анна Танкушина. Поддержки как таковой нет, потому что она с каждым годом все меньше, цены растут и за ними не угонишься. Ветераны в целом, конечно, страдают, когда в семье, допустим, два ветерана, ну в какой-то степени там квартлаты все, а если одинокий, то там, конечно, очень сложно прожить на нашу пенсию. Почему все эти полгода Ивану Ильичу не оказывалось должное лечение? Ответа от врачей ни одной из клиник, которую он посещал, нам получить не удалось. В итоге наша редакция отправила запрос в Министерство здравоохранения. Будем ждать результата. А самого ветерана радует одно – его историю узнает весь Калининград. И, возможно, людям, которые отказывали ему в помощи, хотя бы на минутку станет стыдно. И никаких звигов, никакой помощи. Я говорю, ну не надо мне эта помощь денежная, мне нужно, чтобы пол помыли, помогли мне. Сейчас в Калининградской области проживает 9808 ветеранов Великой Отечественной войны. Если предположить, что к празднику каждому из них выделят по тысяче рублей, сумма в итоге получается не такая уж и маленькая. А ведь самое главное, что она не сделает их богаче и уж тем более счастливее. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум. Служба новостей город. И к другим темам. Инспекция по заводам и общение с фермерами. 4 апреля с официальным визитом в город приехал руководитель Минсельхоза России Александр Ткачев. Вместе с Николаем Цукановым министр побывал на крупнейших комбинатах области, а также провел совещание с местными аграриями. Уходить от импорта и переориентироваться на собственное производство – главная задача Калининградской области, по мнению министра. В первую очередь регион нужно обеспечить продовольствием в достаточном количестве, а уже затем можно и перейти на экспорт. Александр Ткачев отметил, что Калининград отстает от других городов в свиноводстве, птицеводстве, а также в производстве овощей. Для того, чтобы создать здесь настоящее вкусное, эффективное производство яблок, прежде всего, и других продуктов, овощей, которые можно было бы поставлять на другие рынки, прежде всего, Российской Федерации. И по большому счету заместить польское яблоко, с учетом здесь похожей климатической зоны. Главная цель проекта – создать и наладить эффективное производство. Выращивать будут не только яблоки, но и другие фрукты и овощи. Уже в ближайшем будущем в области появятся сотни гектаров новых садов. Когда закончится отопительный сезон? Какие льготы ждут инвалидов? И сколько калининградцев ушли в весенний призыв? Ответы далее в новостях «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» группа компании «Ваш ломбард». Полеты с особым сервисом в России. С 1 июля вступает в силу новое правило перелетов для инвалидов. Теперь необходимо заранее сообщать авиаперевозчику или турфирме об ограничениях по здоровью. После этого в салоне самолета установят кресло-коляску, а пассажиру помогут с регистрацией на рейс, оформлением багажа и прохождением контроля. Досматривать же людей с ограниченными возможностями и их родственников должны теперь вне очереди. Места в пригородных поездах Светлогорска и Зеленоградска увеличат почти вдвое с 400 до 600. Для этого к основному составу добавится по несколько вагонов. Причина – теплый прогноз на ближайшие месяцы и высокий поток туристов. Кроме этого популярные маршруты до Стрельни и Мамонова дополнятся трехвагонными рельсовыми автобусами. Обновленное расписание можно уточнить на Северном вокзале. На службу Родине от Калининграда отправятся почти полторы тысячи человек. Только вот дальше своего региона они не уедут, кроме десяти счастливчиков, которым приготовлены места в президентском полку. У клонистов же по сравнению с прошлым годом стало меньше. Теперь тот, кто после 27 лет без уважительной причины не побывал в армии, военного билета не получит. Этим защитникам дорога в госорганы, полицию и на военную службу по контракту будет закрыта. Поэтому лучше отслужить, уверяет военкомате. Конец огромным счетам и дорогим квитанциям в Калининграде через четыре дня завершат отопительный сезон. За последние несколько дней столбик термометра не опускался ниже 8 градусов тепла. Если такие показатели сохранятся еще на несколько дней, коммунальщики отключат тепло. При обратном раскладе отсчет обнулят и жителям придется опять ждать теплой весенней недели. Первый городской вновь собирает бессмертный полк. Наш канал предлагает калининградцам принять участие 9 мая в акции «Бессмертный полк». Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант своего солдата. Для этого нужно обратиться в рекламное агентство «Реклама Сити и Победа». Получить подробную информацию можно в нашей редакции по адресу улица Дмитрия Донского, 42 или по телефону горячей линии 512-970. Партнер рубрики «Короткой строкой» группа компании «Ваш ломбард». Съездить на отдых и не подхватить смертельную инфекцию. В Калининграде стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита. С наступлением тепла переносчики паразиты активизировались, предупреждают врачи. Чтобы получить прививку, калининградцам необходимо обратиться к своему участковому терапевту. Как рассказали медики, в зоне риска находится любой, чья профессия связана с работой в поле или в лесу, а также любители загородного отдыха. Вне зависимости от того, привитого или нет, врачи советуют не забывать о мерах предосторожности. Одежда должна быть светлая, прилегающая. Желательно, чтобы это были либо сапоги, либо кроссовки, но носочки заправлялись, брюки заправлялись в носки. То есть нужно помнить, что клещ наползает с травы снизу вверх. Одежда должна быть светлой, потому что на таком фоне клеща обнаружить легче. Медики добавляют, что неделю после прививки лучше вообще не выезжать на природу, чтобы не получить дополнительную инфекцию от клещей. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Поругался с бездомным и достал нож. Полиция по горячим следам задержала 21-летнего студента по подозрению в убийстве. По предварительным данным, первокурсник 10 раз ударил ножом прохожего. Убийство произошло накануне на улице генерала Озерова. Погибшим оказался 37-летний калининградец без определенного места жительства, который вел асоциальный образ жизни. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело. Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания. А наш выпуск продолжит криминальные новости. Партнер рубрики «Место происшествия» – аварийный комиссар. Накануне сотрудники ГИБДД остановили аудио около двухъярусного моста. Водитель автомобиля попытался подбежать к забору и что-то выбросить. Два пателинового пакета, партинообразное вещество. Подозрительным веществом оказался героин. Наркотики выкинуть не позволили, а мужчину задержали. Он утверждал, что у него 100 доз наркотика, но сотрудники полиции обнаружили в два раза больше – 230 штук. Со слов мужчины, наркотики предназначались для личного использования. А сколько вам в день надо для собственного употребления? Грамм. Грамм? Это сколько условных доз? Почти 30. 30? Мужчина уже был ранее судим за хранение наркотиков. Тогда его осудили на пять лет. ДТП с участием грузовика произошло на Гуревском кольце. Прицеп фуры на дороге стал заваливаться на бок. В итоге большегруз улетел в кювет. По словам очевидцев, водитель не пострадал. Но при падении грузовик растерял мясные изделия, которые вез. В Калининградской области из-за балла травы погиб 70-летний мужчина. Трагедия произошла накануне в поселке Марксово Полесского района. По предварительным данным, пенсионер поспешил тушить пожар недалеко от своего дома. Но по пути он схватился за сердце и упал. Это уже второй за последнее время случай гибели пожилого человека, который пытался потушить горящую траву. Так, в конце марта в Черняховске было найдено обгоревшее тело 67-летнего мужчины. Сейчас полиция ищет нарушителей, причастных к поджогам травы. Им рекомендует добровольно явиться в полицию. Полиция Гусева разыскивает Духова Николая Васильевича 1954 года рождения, который скрывается от следствия. Мужчина подозревается в краже. Приметы. На вид 60-65 лет. Рост 175 сантиметров. Кудощавого телосложения, глаза карии, голоса седые, носит усы и бороду. Если вам что-либо известно о местонахождении Духова Николая Васильевича, просьба обратиться по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Марк Шкода, Светлана Крюкова, Служба новостей город. Партнер рубрики «Место происшествия» – аварийный комиссар. Пять с лишним тонн нелегального мяса. Служебный пёс по кличке «Мираж» пресёк ввоз запрещенного товара в Калининградскую область из Польши. Беспрецедентную по объёму партию контрабандного мяса таможенники нашли в фургоне машины. Владелец авто не заполнил на границе пассажирскую декларацию, чем вызвал подозрения таможенников. Оказалось, в грузовом отсеке своей машины он прятал 263 брикета незаконной продукции. Товар без маркировок и упаковок плотно лежал друг на друге. А чтобы мясо не выпало, водитель подпёр его досками. Как пояснил владелец товара, мясо он приобрёл на оптовом рынке в городе Борташица, Республики Польша. И вёз в Калининград для дальнейшей перепродажи. И надеялся, что должностные лица поста не будут осматривать его автомобиль. Мясо изъято и уже уничтожено. Сейчас контрабандиста ждёт наказание. В его отношении уже возбуждено два дела об административных правонарушениях. Простуда концерту не помеха. В Светлогорском театре эстрады выступил Егор Крит. За несколько минут до выхода на сцену певец почувствовал боль в горле и, сославшись на тяжёлую акклиматизацию, отменил общение с журналистами. А вот поклонникам творчества поп-звезды повезло больше. Крит не только исполнил свои лучшие хиты, но и предложил фанатам спеть вместе с ним в специально отведённой фан-зоне «Янтарь Холла» побывала и наша съёмочная группа. Кто хочет выйти в Россию? «О боже, мама, я схожусь у мам!» – поёт Егор Крит и откровенно врёт. Нет, не он потерял рассудок, а та армия поклонниц, которая преследует певца от концерта к концерту. «О боже, мама, я схожусь у мам!» – поёт Егор Крит и откровенно врет. Ему 21, а он уже собирает полный зал главной концертной площадки столицы – «Крокус Сити Холл». Светлогорский же «Янтарь Холл» также переполнен. И в первую очередь калининградскими девушками. Ведь Егора Крида уже успели окрестить главным холостяком страны. Да и сам исполнитель только подогрел интерес к этому факту. Свой дебютный альбом Крит так и назвал «Холостяк». Тысячи дамских сердец, сотни танцполов и десятки хит-парадов. Песня «Моя невеста» в прошлом году покорила всю страну. А новоиспеченную звезду моментально сравнили с Джастином Тимберлейком. Хотя аналогию правильнее проводить с творчеством другого американского Джастина. Бибера. Своих первых фанатов Егор Крит также нашел с помощью интернета. Пять лет назад он самостоятельно снял клип «Любовь в сети» и выложил на всеобщее обозрение. Тогда строки в припеве «Слово люблю потеряло свой смысл» процитировали сотни тысяч. А за считанные дни клип набрал миллионы просмотров. В это же время на певца обратил внимание Тимати. Теперь Егор Крит – артист крупнейшей музыкальной компании страны. Искать высокий смысл в текстах своих песен не призывает даже сам автор. Впрочем, для юной публики куда важнее сам Крит, а не его творчество. Известна традиция музыканта, когда он исполняет одну из песен вместе со зрительницей. И многие приходят на концерт только для того, чтобы оказаться той самой единственной, кто поднимется на сцену кумиру. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей «Город». Социальную сеть Facebook считают одной из самых популярных в мире, но пользователи ряда стран с этим не согласны. В Китае, например, вообще доступ к этой сети заблокирован. А вот в России Facebook до сих пор не поборол двух главных конкурентов – ВКонтакте и Одноклассников. Самые актуальные фото и видео из социальных сетей продолжат наш эфир. От сладкой поп-музыки к любимому русскому року. В выходные в Калининграде зажигала известная группа «Люмы». Зал поменьше, чем у Егора Крида, но, как рассказывают очевидцы, ему такое шоу только снится. Что нам, звезды столичные, у нас и своих хватает. Песни, правда, без слов, но прохожих все равно впечатляют. Особому региону особенная музыка, пишет автор. Ну а пока одни слушают песни, вторые продолжают прыгать. Калининградцы не прекращают поверять себя на слабо. Муговольный завод был, вышка электрическая взята. Остается дамба, пишут бесстрашные любители экстрима. Такое собаки нечасто делают, а тут ворона, как орешки, щелкает. А еще, говорят, птицы со здания недалекие. Вон, попугаи людей пародируют, пернатые детские игрушки разбирают, а гуси вообще по городу гуляют. Скоро и кошки чудить начнут, подшучивают пользователи. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, участвуйте в наших конкурсах и розыгрышах. А также, выкладывая свои фото и видео, не забывайте ставить хэштег «Первый городской канал». Калининградцы делятся новостями не только в социальных сетях, но и на улицах. О самых приятных событиях понедельника горожане рассказали и нашему корреспонденту. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнинг Дорс». Наконец-то закончу учебу и смогу работать и не сидеть больше на детской шее. Вот мои хорошие новости. Мои дети. Дети – это наши цветы жизни. Только что сходила в парикмахерскую, подстриглась. У меня сына вчера 25 лет исполнилась. Мне исполнилось 70 лет. Вот рада тому, что живу. Весну встречаем. Машину покупаю, струю, развиваю свои специальности. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнинг Дорс». Апрель станет поворотным месяцем для рублян, уверяют эксперты. Сбудутся ли прогнозы, узнаем в конце месяца. Ну а пока информация о курсах валют. Партнер рубрики «Курсы валют» магазины финской одежды «Лухта» и «Сампа». Курсы валют на 5 апреля. Доллар США – 68 рублей 68 копеек. Евро – 78 рублей 17 копеек. Польский злотый – 18 рублей 44 копейки. Партнер рубрики «Курсы валют» магазины финской одежды «Лухта» и «Сампа». Новая рабочая неделя в Калининграде началась с потепления. Какую погоду синоптики обещают завтра, расскажет наша ведущая Яна Глинская. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Здравствуйте. Вслед за теплыми выходными в Калининград пришла теплая и солнечная неделя. В понедельник за долгое время радует горожан. Синоптики обещают, что теплая погода пришла теперь надолго. Оправдаются ли прогнозы? Расскажем далее. Завтра, 5 апреля, днем в Калининграде ясно – плюс 17 градусов. К вечеру погода не изменится, но столбик термометра опустится до плюс 15. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем необычных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова